Это всё тонкое тело ума, психическая структура. И нити, вот эти связи с людьми, друг с другом, у нас реальные. Это реальные нити, они просто имеют невидимую природу. Мы связаны друг с другом. Потом надо знать, что психическая структура, вот эта вот женщина, психическая структура, которая называется манос или ум, и мужчины, они разные принципиально. Потому что, если говорить о психических каналах, центральным каналом психическим, который даёт жизненные силы человеку, называется сушумно, он идёт вдоль позвоночника и даёт силы жить человеку. То есть, вот питает позвоночный ствол. Это канал психический, сушумно называется. А есть ещё два, рядом идут каналы психических. Один называется Ида, с левой стороны, а другой Пингала. Вот этот канал Ида, он питается энергией любви. И у женщины работает в три раза сильнее, чем у мужчины. А с другой стороны, он питается энергией воли, канал Пингала. И он у мужчины в три раза сильнее в норме работает. И поэтому, когда ребёнок формируется, девочка, допустим, у неё тело развивается чувствительным. Тело чувствительным развивается. Эмоциональная психика, очень тонкое восприятие мира, глубже, чем у мужчины. Вот, она общительная, эмоциональная. Она хорошо понимает отношения. То есть, потому что она рождена для любви. А мужчина, мальчик развивается, наоборот, у него больше силы воли, больше желания что-то делать, двигаться. Ему хочется идти туда, где опасность, и делать глупости постоянно. Он так изучает мир мальчику. Ему надо постоянно искать все приключения, чтобы понять, что за жизнь в этом мире. И так далее. А девочка не будет никогда идти туда, где опасность. Она будет спрашивать, это хорошо, это плохо. Она учится через уши девочка, а мальчик через свои поступки. То есть, есть в целом два типа человека. Есть женский человек, есть мужской. Ну, то есть, женщина — это человек, который живёт для любви. А мужчина живёт для победы, для развития. Женщина живёт для гармонии. А мужчина живёт для преодоления. Допустим, женщина спрашивает, «Тебе вообще гармонично так общаться со мной?» Он говорит, «Нормально». У него нет идеи гармонично, негармонично. Главное, чтобы уважала. Ну, то есть, ему нужна победа. Он хочет, чтобы женщина его считала крутым. Тогда ему комфортно. Чувствует себя победителем, тогда комфортно. А если нет, тогда нет. А женщина хочет гармонии. Разные люди. Надо это понять. Разные люди, мужчины, женщины. Но мы не знаем, мы не изучали всё это. Мы изучаем математику, физику, химию, биологию. И часто люди из-за того, что они биологию переизучали, они думают, что любовь — это секс. Они уже твёрдо убеждены, что любовь — это механическое трение. Это любовь, они так думают. А любовь — это энергия Бога. Это вообще даже не наша. То есть, мы не можем ей владеть. Мы даже не управляем этой энергией. Любовь негаданно нагрянет, когда её совсем не ждёшь. И каждый вечер сразу станет так удивительно хорошим. И ты поёшь. Веда объясняет, что мы душа. Вечная такая искорка, которая живёт вот здесь в области сердца. И у неё есть три. У неё есть сознание. Сознание — это энергия души, её сила. И у сознания души есть три желания, три способа жить. Один способ называется «любовь». Жить без любви не могут люди. Час без любви, пропащий час. Вот. Второе — это знание или достижение в жизни. Это одно и то же. Просто с разных сторон можно посмотреть. И третье — это вечность. Человек хочет жить всегда, он не хочет умирать. Мы стремимся к любви, стремимся к знанию, стремимся к вечности. Просто есть разные способы стремиться. Например, женщина, она стремится к любви, но она и обладательница любви. Мужчина стремится к знанию, но он и обладатель знания. Мужчина зависим от любви. Женщина тоже зависима от любви, но она должна знать, что она обладательница любви. Когда она знает, она способна тогда установить, подустраивать правильное отношение. А мужчина должен знать, что он обладатель знаний, и тогда он сможет тоже правильное отношение устраивать. Мужчина не должен быть сильно зависимым. Он должен... Вот, допустим, мужчины как слушают лекцию? Они думают, так, с этим согласен, с этим не согласен. Посмотрим. Так они так слушают лекцию. Мужчина, потому что он обладатель знаний. А женщины, как слушают, они не обладатели знаний, они зависят от знаний, поэтому они слушают. Все, 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 буду теперь так жить. Женщины, как любят. Женщины, как любят, она думает. А, вот этот человек мной интересуется. Ну, посмотрим, что за фронт. То есть, она наблюдает за любовью. Женщина наблюдает за любовью. Она вроде бы любит, но она наблюдает при этом. То есть, она не зависит сильно от любви. Если она уже, как бы, включилась сильно в процесс, она становится зависимой. Но женщина не должна быть зависимой от любви. И тогда она становится счастливой. Она должна быть сильнее любви, хотя ей больше всего любовь нужна. Она должна быть сильнее любви. Женщина. Она должна управлять процессом любви. И тогда мужчина всегда, всю жизнь ее будет любить. Веды говорят, что в начале семинара надо людей заинтриговать. И тогда лекция будет интереснее. Все еще впереди. Чуть попозже. Итак, видите, есть наша психическая структура. Она разная. У мужчины одна, у женщины другая. У женщины много эмоций в психике. Она любит эмоциональность. А у мужчины эмоции вызывают боль. Ему трудно переносить эмоции. Допустим, жена подходит к мужу и говорит, слушай, пойдем поговорим. Я говорю, давай завтра. Сегодня я устал. Почему? Потому что мужчине тяжело, она эмоционально настроена, ему тяжело. А женщина звонит своей подружке и говорит, я с ним поговорить просто хотела, а он устал. И так эмоциональная женщина, да, я тебя понимаю. Пошли общаться, все, нет проблем. У мужчины есть волевая сила, есть напор. Он жене говорит, слушай, ты сейчас все объясню. Она говорит, да встать ты от меня. Почему она так говорит? Потому что ей тяжело эту всю демагогию слушать. Не психика вообще перегружается от этих всех вот этих вот нравоучений. Он рассказывает, я вообще, знаешь, своему другу рассказывал, я вообще, знаешь, ей вот это, вот это сказал, и она сразу, отставит меня, что за вообще, что такое? Он начинает, раз тот говорит, ну да, я согласен. Вот женщины кривятся, такие, мне не нравится им это. Согласны. Ну так это мужчины, они такие просто. То есть они, у них то есть демагогия, философия, то есть это попытка понять, они рассуждают, все там изучают. У них так устроена психика. А женщина, она раз и поняла. Ей не надо рассуждать. Главное, чтобы правильно все было. А жена говорит, ты скажи, что ты хочешь-то? Что ты мне тут рассуждаешь? Скажи, что хочешь? Что тебе надо? Женщине важно знать начало, предложение конец, середину она сама уже может понять. А мужчине надо всю цепочку изучить. Все разные, мы разные очень. И это очень большой проблемой может быть. Спасибо.